Травмирующая многомерная воздействие. Что делать? Отсвлекаем оттуда, откуда можно. Откуда мы можем относиться к организму? Любой ценой нам надо защитить целостность. Говоря языком кибернетики, медицинской кибернетики, надо войти в гомеостаз. Если у нас нарушен гомеостаз в четвертой функции, в зависимости от того, что он удара, надо его восстановить. И путем, ведь мы же знаем, что многие обезли, сейчас это признано, это адаптация для восстановления гомеостаза в организме. Вы знаете, да, в этой концепции? Ну да, у нас восстановленная. Здесь очень близко, но здесь даже более гиперметическая аналогия. Потому что, и таким образом, хоть какое-то равновесие восстанавливается, психическое. Потому что, если, вопрос такой, либо мы истощаемся и восстанавливаем психическое равновесие, когда мы интенсивно окружаем четвертую функцию, либо мы не восстанавливаем психическую равновесие, иногда человек становится психически неадекватным. Это тоже был возможный вариант. Он просто становится неадекватным по четвертой функции, и он начинает, у него развивается не просто фобия, а уже психическое заболевание. Ну, грубо говоря, становится, там, на людей бросается, или сам выбрасывается их от нас, да, или еще что-то. То есть человек становится неадекватным, амфетичным, амфетичным, невротичным и так далее. А в норме, да, достаточно много людей работает под нагрузкой, под четвертой функции. Что происходит? Они извлекают отопушенную витальную энергию, их организм быстрее снашит, проявится. Ну, грубо говоря, самый грубый вариант, человек в 30 лет уже седой. Да? И в такой виде. Так, человек, который работает по сильным функциям, он в 50 лет еще нет, а человек, который работает по слабым функциям, может в 30-30 лет. И когда спрашиваешь, значит, вы спрашиваете у него жизненный бутив, четко поясняет, что он работает под нагрузкой, пускай много лет, 3-4 лет. Вот и все. Это цена вопроса. То есть, ну, это последняя нагрузка, вот, скажем, вот там травмирующая ситуация, один, раз, два. Вот просто у него такая сфера деятельности, где ему все время приходится, скажем, на работе с пинтером, и аналитику приходится все время принимать какие-то болевые решения. Стоят, она отбиваться, или отбиваться, или вот он находится в жесткой сенсорной ситуации. Естественно, что он находится в постоянном психическом напряжении, и организм его находится под, вынужден тоже находиться в напряжении, не организмом, потому что лишнее, ну, просто затрачивает на это сверхресурс. Мы очень много работаем вот с приемом кадров, там, связанным предприятием, и просто мы видим, что вот тут, где приходят, даже люди одного типа. И когда мы видим индуит, то есть, кто спрашивает, что он не очень старый, спрашивает, а где он работает, а как вы, о чем вы занимались, то очень четко видно, что там специфическая сенсорная работа. Что-то в этом духе. И да, вот, человек реально, реально снашивает. Поэтому одно из моментов сенсорных, что он вообще говорит, что... Когда он говорит, что человек должен работать с тем функциям, это не просто такое желание, чтобы ты работал, это просто, как бы, условия и долголетия, и здоровья, и так далее. Я не знаю, я ответил на это, что вы... Да, ответили. Да. Спасибо, Александр Евгеньевич. Вы еще что-то хотели рассказать? Да, по тем или... Если пусть когда-нибудь поговорить вот об этих исследованиях при помощи военных экстрасенсов, это просто отдельная такая тема, ну, может быть, на полтора-два часа. Ну, это так, а потом. Да, хорошо. Так уж нам... Нас хорошо слышно? О вещах, которые хорошо нам летают? Ну, я понял. Так, теперь следующее. Смотрите, у нас интернет-отношения. Ну, здесь есть такая тема особенность интернет-отношений. Мы ее уже, конечно, не успеваем. Может быть, мы ее сделаем в следующий раз. Но я хотел бы обратить внимание, что когда мы рассматриваем индивидуальные профили векторов у каждого человека, то тогда у нас в подозначительной степени модифицируются интернет-типные отношения. Потому что то, если ты мог действовать между нормированным, например, и креативным типом, ну-апом, они уже там, там есть значительное различие. Между доминантным и... ну, не доминантным, а сектором личного опыта и сигнала развития. И нормированы там свои диванцы. То есть, когда можно после рисовать как можно более полную геограмму этих функций у партнеров и смотреть вот уже особенности интернет-типных отношений. Там, конечно, возникают очень такие моменты. Ну, и, например, нормированные типы, но обычно, конечно, они бывают у всех. Вот, например, у нас ну, несколько лет имели возможность наблюдать изобретателя с сильных методом нормированности в биологике. И вот он предпочитал только стандартные решения. Все остальные он металл. он работал в институте кибернетики. И вот такой вот был все равно интересоваться интересовался, но действовал кругом пошелом. То есть вот такой такой интересный момент, который в общем-то можно сказать, он был такой железо достаточно упёртый человек в реалистых уличных. Так. Ну, и еще вот по поводу верности, по происхождению верности. Эи.